Всем привет! С вами снова Люксорта. Сегодня мы решили провести эксперимент. Пойдемте посмотрим. Ничего себе. Здравствуйте. Это Михаил, наш прораб. Что вы тут делаете? Ну, на данный момент я поставил задачу все укрыть, подготовить место для работы. Сейчас будем разбираться с техзаданием и, соответственно, приступим к его выполнению. А что вы будете тут делать в дальнейшем? У нас по плану изготовить звукоизоляционный короб для проверки воздействия на него всяких воздушных и структурных шумов. А что именно вы будете делать с ним? В общем, смотрите, сам короб представляет, я могу показать из себя, вот такую конструкцию составную из четырех частей. то есть сам короб и у него есть крышка. То есть короб имитирует комнату. Вот, соответственно, вот эта часть у нас имитирует стяжку, которую мы будем вставлять вот в этот короб, и еще две маленькие стяжки, которые имитируют по краям стяжку соседей. Вот, и, соответственно, с помощью вот этой конструкции мы сможем показывать заказчикам, насколько стяжка, которую мы заливаем, пригодна для шумоизоляции. То есть вы будете тестировать звукоизоляцию? После того, как мы завершим здесь работы, да. А так наша задача сейчас именно этот короб изготовить. А с чего вы начнете, получается? Начнем, как обычно, с разметки. Ага. Вот, соответственно, разметим на вот этой ламинированной фанели все части, которые нам надо от нее отрезать. Дальше уже начнем резать. А для чего вот все укрыли? Почему такое большое пространство вообще укрыто? Куб-то намного меньше получается? Можно ли это сейчас говорить на камеру? Ну, в общем, нам дали это помещение в аренду, так сказать, на 5 дней, для того, чтобы мы здесь могли произвести ремонтные работы. Поэтому, так как помещение не наше, то нам надо его укрыть. Точнее, не то, что нам надо его укрыть, нам надо его сдать таким же чистым, каким оно было. Соответственно, чтобы это проще было сделать, мы укрываем все стены, полы и потолок, чтобы просто потолок и будем укрывать. Полы и стены, окна, чтобы потом пленочку аккуратно снять, вся пыль на пленке, и нам меньше нужно было убирать. Понятно. А с чего начнутся работы по Кубу? По самой заливке Куба? Мы сначала собираем опалубку, то есть составные формы, в которые будет уже заливаться бетон, соответственно, армируем все это сеткой, все это завязываем. То есть, когда у нас полностью вся конструкция готова, после этого мы начинаем заливку. Ну, хорошо, мы тогда вернемся на следующем этапе. Получается, когда вы сделаете опалубку, придем посмотреть, что тут происходит. Хорошо, ну, можете приходить в процессе, когда опалубка будет изготавливаться, там тоже много всего интересного. Заходите, здравствуйте. Сейчас мы узнаем у Михаила, что тут изменилось. Ох, так, сейчас проверим. Михаил, здравствуйте. Ох, как неожиданно, здравствуйте. У вас появился микрофон. Да, вот видите, прикупили вчера. Поздравляю. Что у вас тут изменилось? Ну, смотрите, у нас получается вырезана вся... Точнее, не вырезана, а нарезана вся древесина для опалубки. Вот сейчас ребята, соответственно, готовят опалубку для заливки. То есть, могу показать вот примерно готовая модель уже. Вот. Это у нас маленькие как раз-таки короба, которые будут имитировать стяжку соседей. То есть, вот, для них сделаны ручки, чтобы можно было потом их легко перемещать. Собственно говоря, вот в это пространство будет залита смесь, которая будет имитировать стяжку. Как работы? Происходит все без проблем? Сегодня да. А вот вчера, к сожалению, вышло так, что нам пришлось немножко пошуметь в нерегламентированное время. И вот соседи, которые вот с этой стенки находятся, пришли, очень просили нас не шуметь. После чего мы шуметь перестали, но все равно еще охранник пришел, спросил, а что мы тут делаем. Ну, соответственно, так как у нас допуск был, мы показали, что у нас есть допуск, и нас никто отсюда не выгнал. Вот у нас главный наш постамент. Вот под него сейчас, соответственно, подготавливаются колеса. То есть, непосредственно на колесах это все уже будет стоять. То есть, вот это вот будет несъемная опалубка, на которую уже будет залит, собственно говоря, бетон. Вот. И вот эта вся конструкция у нас будет передвижной. Вот. Соответственно, она вот именно сейчас подготавливается. То есть, все скручивается непосредственно до заливки. а сколько вы еще будете делать опалубку пять лет нет конечно нет будем примерно ну в общем планируется сегодня до 7 закончить всю опалубку и после 7 когда уже можно шуметь когда можно будет работать миксером который но довольно таки громкий все сегодня залить это уже сегодня начнется заливка заливка начнется закончится сегодня грустно почему грустно наоборот все очень быстро делается хотели тоже поучаствовать заливки немножко доставайтесь ночь длинная если что вот эти колеса одно такое колесо выдерживает до 200 килограмм соответственно нас вся вот эта вот конструкция вот видите у нас размечена здесь будет 6 таких вот мощных колес соответственно на 6 умножаем на 200 примерно 1200 они должны выдержать нагрузки сверху но у нас примерно 800 850 килограмм вся вот эта вот конструкция будет весить надеемся что выдержит то есть осталось только заливка сборка сборка опалубки еще не доника не до конца закончена вот до 7 планируем закончить завязать арматуру и все в принципе заливать только останется мхм 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 мхм